Сигарета Я возьму тебя и прижму, как родную ночь Она закусает им сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет И следы на постели наводит про счастливую ночь Эромичный лунный свет запретит сказать тебе нет И опустится плавно на пол все твое белье Сум деревьев и ветер ночной, стоп заглушат твой и мой И влияние сердца пылающего обшим огнем Ты затою забудь обождем, эта ночь нам покажется сном Я возьму тебя и прижму, как родную ночь Она закусает им сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет И следы на постели наводит про счастливую ночь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твои бедра в сияне луны Так прекрасны и мне так нужны Гром тяжелым напором ударит прямо в сердце мне Груди, глаза качнутся на очки Слышишь, как мое сердце стучит Два пылающих тела салиются в ночной тишине Ты со мною забудь обо всем Эта ночь нам покажется сном Я возьму тебя и прижму, как родную ночь Она закусает им сигарет Ты уйдешь, как настанет рассвет И следы на постели наводит про счастливую ночь Ты со мною забудь обо всем Эта ночь нам покажется сном Я возьму тебя и прижму, как родную ночь Она закусает им сигарет Ты уйдешь, как настанет рассвет И следы на постели наводит про счастливую ночь Добрый вечер, дорогие друзья Вы слушаете радиостанцию Липецкий радиоканал Да-да, не удивляйтесь С вами Алексей Кузьмин Пусть я работал с утра, но я работаю так же и ночью И сегодня я не один Сегодня в гостях у радиостанции Липецкий радиоканал Легендарный Юра Хой Юра, скажи народу, что ты все-таки здесь Как-то это не фишка, ничего Доброй ночи, девочки и мальчики Вот, вы сами услышали голос Юрия Хоя И еще сразу по ходу нашей программы Хочу вам напомнить, что номер телефона в студии Не изменился, он по-прежнему 770475 И сейчас вы можете набрать этот номер Немножко потрудиться и задать любой вопрос Юрий, надеюсь ты с удовольствием ответишь на все вопросы наших радиослушателей Естественно Ну, как хорошо, когда люди могут договориться И когда все прекрасно получается Итак, первый вопрос Юрия, может быть это будет немножко дежурное С чего все начиналось? Кому пришла в голову идея такая Собраться и поиграть? Ну, все начинается обычно С бутылки водки Потому что это дает всегда данную энергию Для творчества То есть ребята сели и говорят, давай поиграем Да, давай попробуем Ну, я резко накропал несколько вещей И решили бахнуть на втором фестивале рок-лова И удачно пошло Ясно По-моему, у нас первый телефонный звонок Алло, добрый вечер, я слушаю вас Алло Добрый вечер Итак, какой же вопрос вы хотите задать Юрию? Просто поздравить? А с чем, если не секрет? С тем, что ты узнаешь наш колокольчик Спасибо большое Липецк... Да, я слушаю Юр, я очень рад, что услышал твой голос в нашем городе У нас гадкий город Ну, я думаю, что наш город не настолько гадкий, как вам кажется Все-таки в любом городе есть что-то прекрасное Да нет, в нашем городе Ну, нет такого классного, как в Воронеже Воронеж клевый город Юр, а как тебе город? В отличие от Воронежа, просто Липецк очень индустриальный город Но он просто немного стандартен такой Пятиэтажки вот одни такие стоят Нет такой вот старины, кайфа такого И оторваться вот так, отдохнуть Нет, у нас есть места шикарные Насчет отрыва, классные места есть Юр, приезжай к нам Давай мы с тобой вместе увидимся И мы вместе выйдем на такие шикарные просторы И вместе побухаем там, попьем пивка Ну что ж, Юр, как ты относишься к таким предложениям, я не знаю Но все-таки... Ну я могу сказать просто на это предложение Нет возражений Нет возражений, что ж, замечательный ответ Ничего другого мы и не предполагали Ну что ж, пока мы ждем следующего телефонного звонка Кстати, спасибо огромное нашему собеседнику За то, что задал такой вопрос Вот просто телефон не умолкает У нас... к нам дозвонился еще один человек И сейчас мы узнаем, кто это к нам дозвонился Алло, добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут? Игорь Игорь, замечательно Что же вы хотели спросить у Юрия? Я бы, в первых словах, хотел услышать его Да, я слушаю тебя Здравствуй, Юра Привет Юра, как ты насчет того, как отдохнуть в Липецке? Ну, если позволит время Время вообще? Ну да, у нас просто сегодня один То есть завтра или даже нет Сегодня один концерт После него мы сразу рвем обратно домой А так не получится, что встретимся, отдохнуть? Ну, как говорится Ну, после концерта можно посидеть, пообщаться Сам знаешь, что такое общение Да? Да Ну, потом мы едем домой, конечно Потому что нас ждет там работа Запись нового альбома В гостях хорошо, а дома все-таки, наверное, лучше Понятно Юр Да Желаю тебе самого всего хорошего И продолжай в том же духе Спасибо, Игорь Город Липецк тебя поддерживает всегда Окей, Липецк город Да более знакомый я здесь не раз был Тем более с учетом, что у меня жена С Липецкой области Юра, мы тебя поддерживаем Всем коллективом, как, ну, мальчишеским Спасибо, Юра Окей, ну Спасибо, Игорек, за звонок в нашу студию Что ж, Юрий, если ты затронул тему семейной жизни Как вообще твоя жена к твоему творчеству относится? Да не, ну, обычно Прекрасная половина относится к моему творчеству Несколько Не призна Потому что музыка рассчитана в основном на мужской пол Мы не попсов, а группа, которая рисуется перед девочками Мы просто что думаем, то и поем Ясно, но все-таки находятся такие девушки В наших стойких рядах русских женщин Которые еще не сохранились в наших селениях Которые тоже прибиваются по твоей музыке Дай бог, это хорошо Ясно, пока мы с тобой тут говорили Оказывается, телефон наш просто разрывается Алло, я слушаю вас, добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут? Тамара Тамара, замечательно Что вы хотели спросить у Юрия? Я хотела спросить у Юры С какой он интересной, с Липецковной области С какой деревней у него жена? Юра, как тебе такой вопрос? Нормальный вопрос Она с города Усмани А, город Усмани, ясно Спасибо большое Это все, что вы хотели узнать, Тамара? Да Что ж, замечательно, замечательно Кстати, я забыл напомнить вам, дорогие друзья Что Юра сегодня таким обладает замечательным правом Выбрать лучший ваш вопрос И, соответственно, вы получите приз Не только от него, но, конечно же, от радиостанции Липецкий радиоканал Ну, продолжая, так сказать, беседу Пока мы ждем еще одного телефонного абонента Юра, как ты вообще в городе Липецкий Ты упомянул, что бывал уже раньше С чем это связано? По-моему, концертов у тебя тут еще не было Нет, здесь был концерт буквально полтора года назад Полтора года назад? Полтора или два где-то Ясно, значит, уже опыт имеешь? Уже привык к нашим площадкам? Ебстесно Хорошо Между тем, у нас еще один телефонный звонок Алло Алло Добрый вечер, как вас зовут? Дима Дима, замечательно И какой же вопрос у вас? Я же вам сегодня звонил уже Вы нам звонили? Да Ну, вы понимаете, нам, народу, очень много звонит каждый день Конечно Я просто большой поклонник Юры Хоя Большой поклонник Он шикарный парень У него шикарные концерты Шикарные записи Он просто клевый парень Юра, ты не расставишь тут от таких комплиментов в свой адрес? Нет, я просто подумал об одном Что действительно надо делать то, что тебе... Нравится Что из тебя прет А не подмазан О, прет, это клево! Конкретные там... Юр! Юр! Да? Ты клевый мужик! У тебя шикарные, классные вещи! Ясно, огромное вам спасибо за ваш звонок Но, наверное, мы все-таки подождем следующего оппонента Ну, как приятно, как приятно, что с нами иногда соглашаются Ну, они просто поднимают очень хорошо настроение Ну, да Это приятно Я думаю, скучать нам с тобой сегодня не придется Итак, у нас еще один человек звонился в нашу студию Просто бешеный у тебя успех в городе Липецке Алло, добрый вечер Алло, здравствуй Здравствуйте, как вас зовут? Саша Саша вас зовут Замечательно Можно так задать нескромный вопрос? Не скромный? Юра, ты как на нескромные вопросы? Окей Окей Почему группу назвали Сектор Газа? Так почему же именно Сектор Газа? Ну, во-первых, она звучит хорошо Это очень большой плюс Во-вторых, это чисто такое экологическое название Вы, как липецкие жители индустриального города Должны понять, что у вас вообще весь город Липецк Это и есть тоже Сектор Газа Мы звоним с Трактором Да, много дыма, много гари Вы облучились от Чернобыля Да, да, да Это и есть Сектор Поэтому мы тоже считаем Сектор Газа Можем песню вам заказать? Нет, к сожалению, песню нам заказать нельзя Но песня в нашем программе будет обязательно Юра, ты вообще как относишься к творчеству Такого парня, как Игги Поп? Ну, это старый панкешник, да Старый такой Он, к сожалению, особо не вылез Ну, кто его любит, его слушает Ну, он мне особо не прикалывает Как Sex Pistols Ну, у него есть своя фишка тоже Ну, что же, одно из его фишек мы сейчас и послушаем И пока мы подождем того человека Который дозвонится и, может быть, задаст самый лучший вопрос Я напоминаю номер нашего телефона 770475 Ну, а пока бравый парень Игги Поп Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Итак, это был бравый парень Игги Поп Ну, а мы продолжаем Напомню, дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию Липецкий радиоканал Меня все так же зовут Алексей Кузьмин Ну, а человека, который находится сейчас рядом со мной Зовут Юрий Хой И вы можете позвонить по телефону 770475 И задать любой вопрос Напоминаю, задавшего Самый интересный вопрос ждет приз Я думаю, Юра определится с самым интересным вопросом Конечно Ну, хорошо, когда мы можем договориться И между тем, до нас дозвонился еще один Наш сегодняшний вечерний собеседник Алло, добрый вечер Алло, здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Дима Маликов Дима Маликов? Да Да вы что, уже... Нет честного слова Нет честного слова? Да Понял Вопросов больше нет Какой же у вас вопрос? Алло Какой же у вас вопрос? У меня не вопрос Мы просто вот здесь сидим в компании Так чисто, по-человечески Хотим передать привет Юрию Хой Мы вот так уважаем Уважаем как мужика такого Спасибо, спасибо Вам еще можно позавидовать Вы сидите в компании, вам нормально А то сидишь в студии, паришься Кстати, Юр, кстати У нас здесь еще прилично так и осталось Можешь присоединиться Не, ну сейчас, увы, пока в данный момент Ну сейчас, но билет у нас куплен Ты имей в виду Я буду ждать Уже заранее закупили Так что вот привет тебе от студенчества Липецкого Ясно А студенчество Липецкое что-нибудь пожелает Юрию В дальнейшем его обыкновенной и, так сказать, творческой жизни? Я ему желаю, чтобы у него такие вот, как концерт выходили Еще максимум 50 концертов Спасибо, будем стараться А? Будем стараться Адолеешь, думаешь? Конечно, потому что уже сейчас выходит альбом Буквально через месяц А название не скажешь? Название пока не могу сказать Было рабочее название «Газовая атака» Но оно, возможно, может и измениться А может и нет Я еще пока не решил А еще вопрос один Не скажешь, какая программа на завтра будет? Ну программа будет обширной Короче, со всех концертов понемногу возьмем Ну старенько будет, да? Конечно Без этого никуда Ништяк Ну я думаю, по поводу завтрашней программы Разговаривать долго не стоит Лучше, конечно же, посетить концерт И увидеть самому вживую и Юру И послушать, конечно же, любимые песни Между тем, пока мы ждем Следующего телефонного звонка Юра, ну ты вернулся с Германии Как она там? В Германии хорошо И когда просто я вернулся Было очень неприятно Посмотреть на совок Когда там поживешь Ну а потом Потом обвыкся И все, по кайфу Опять встал на свои места Но лучше туда не ездить, знаешь Душу не травить Ну да, да Ну что ж К твоему мнению можно, я думаю, прислушаться А вообще, сколько там концертов было? Ну концертов 15 где-то было Ну а контингент, который приходил на твои концерты? Ну контингент был в основном Русские немцы С Казахстана Эмигрировавшие буквально там год назад, два А сами немцы Натуральные, так сказать Живые Что говорят по поводу твоей музыки? Ну гамцы, они закомплексованы сами по себе Они очень-то не из мира сего Я вообще удивляюсь, как они до Волги дошли С таким комплексом Ну да Будь это в наше время, наверное Не пустили бы никак Навряд Ясно А к нам-то звонился еще один человек Добрый вечер, я слушаю вас Доброй ночи Доброй ночи Вот правильно, что вы меня поправили Доброй ночи Я ядреный как Казахстан, я имею свой баян Хотя дома были подготовлены совсем другие песни И тогда я подумала Все-таки какой он у нас храбрый и с характером Мне бы хотелось узнать Насколько сейчас Юра сможет храбро ответить на мой вопрос-загадку Есть маленькая подсказка, но ответа я не знаю То есть вопрос-загадка То есть вопрос-ыгра-загадка Юра, ты готов? Смелая и правдивая Все по жизни А ответ должен быть одним словом Это я, это уже два слова Тогда подсказка вот такого рода Ну, зобный, скажем, батон Потому что он что? На яйцах Удобный Это как? Складывается Вежливый В присутствии, да, он встает Аккуратный Плюет в одну сторону Ну, я думаю, в эфире как-то не стоит конкретно отвечать на такой вопрос Не, потому что он совпадает с моим псевдонимом Хойт, но только через букву У Да, окей Ну да, я думаю, все друг друга поняли Ну да Огромное спасибо, Ольга, за то, что вы приняли участие в нашей программе Огромное спасибо вам за ваш телефонный звонок Пока мы ждем следующего звонка Вообще, Юра, как ты думаешь, не перегибаешь ли ты палку? Вот со своими текстами Я понимаю, там всем хорошо, всем слушается Но, что касается твоей сказочки Ну, я не знаю Как ты сам думаешь? Просто многие, как я вот по-наслышски наслышан Многие слушают и просто смеются Они уже не обращают внимания на мат Там просто смешно и весело Там нет конкретного мата, который резал слух Он не режет, он как-то просто смешит Он просто ее джил Это не то, что вытибра И просто без цели, без никакой просто матернуться и все Ни по теме, ни к делу А иногда возникает такое желание? Нет, он просто мат, он как в жаргоне бывает Знаешь, такое выражение? Ты просто, если не умеешь ругаться, так не ругайся Да, полностью согласен Каждого матина слова надо просто вставлять в жилу Когда ее просто нельзя вычеркнуть Она сама туда лезет Ты знаешь, ты не думал книгу написать об искусстве ругаться матом? Да нет, про эту книгу не напишешь Также не напишешь, как стать человеком Как стать хорошим, если ты по жизни козел таким и останешься Каких-то книг не перечитал Ясно И также ругаться матом это своего рода талант Так же, как и разговаривать Вообще Да, кстати, о разговорах Еще один наш собеседник дозвонился по телефону, номер которого 770475 Добрый вечер, доброй ночи Алло, я слушаю вас Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Игорь Игорь, очень приятно, Игорь, что вы дозвонились к нам Какой же у вас вопрос к Юрию? Ну, у меня, можно сказать, два вопроса к Юрию Ну, давайте с какого-нибудь одного начинать Первое Правда, что ли поет в этой группе жена Юрия Хоя? Нет, конечно, нет А? Нет, конечно Нет У меня жена вообще не поет Так, о том, что жена не поет в группе «Сектор газа» это выяснили Второй вопрос, Игорь Ну, тогда второй вопрос уже отпадает Второй вопрос уже отпадает Да Ну, ясно А мы ждем следующего нашего оппонента Юра, как вообще у тебя, наш город Липецк сильно не напрягает? Ты тут нормально устроился, все у тебя хорошо? Или были какие-то трудности? Я устраиваюсь в любой обстановке И поэтому для меня Липецк – это город, где просто можно хорошо отдохнуть Ясно, я вижу, ты по жизни любишь отдыхать Да все мы этого любим И ты так же любишь Ну, само собой разумеется Есть у тебя такое впечатление на всю жизнь? То есть, раз ты отдохнул, оттянулся на славу Такое событие в жизни, о котором можно рассказать людям? О котором ты с удовольствием рассказываешь? Да, таких событий просто миллион Просто миллион? Одно время таких событий было буквально каждый день Ясно А может ли ты назвать себя счастливым человеком? Да, да, могу То есть, все есть, ничего? Ничего не надо, да Ну, а планы какие-то? Планы? Сочинять музыку, как он сказал, что было 50 альбомов, 100 Если меня слушают, значит, надо делать Замечательно А между тем, еще один телефонный звонок Алло, я слушаю вас Алло, здравствуйте Как вас зовут? Алла Алла, очень приятно Что же вы хотите спросить? Я хотела спросить, если, конечно, это не секрет Сколько лет, Юрий? Мне 31 год 31, ага Но за этим вопросом у меня еще такой вопрос Вот ваша любимая, ну, в общем, музыка, там, какая-то песня, которая была примерно, ну, 18 лет вам было, 20, вот в этом, вот что-то более запомнившееся вам Что, на чем вы выросли, как говорится Ну, я вырос на роке плюс Высоцке Высоцке, да? Да, у Высоцка у меня была любимая песня «Банька», «Портопин, ты мне баньку хозяюшка» Она мне просто так выелась, капитально Хорошо, я с вами солидарна в этом Так что, спасибо Да не за что Огромное спасибо вам за ваш звонок Но я думаю, что еще одна музыкальная композиция в нашей программе нисколько нам не повредит, а, наверное, будет на пользу Поэтому, как мы успели выяснить Юрию, очень нравится группа H-Blocks с композицией Rising High Именно сейчас мы с вами ее и послушаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...